Сегодня день ухода великого вайшнавского поэта Джайдео Госвами, поэтому по традиции мы споем Плач в разлуке с Господом и Его спутниками, 93 страница, 93 Жеанила Примадхана Каруна Прачу Жеанила Примадхана Каруна Прачу Жеанила Примадхана Каруна Прачу Жеанила Примадхана Каруна Прачу Кенопрабукатха Вачарядха Кахамора Сварупрупа Кахасанатан Кахамора Сварупрупа Кахасанат Кахадаса Рагуна Патита Паван Кахадаса Патита Паван Паван Горанат Рад Кахадас Кахадас Горанат 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 Кахадас Горанат Горанат Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Династия, конечно, была славная, но вот так вот получается с потомками. И девятый стих мы повторим по словам. ДимаTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон говорит, что где-то он скрывался даже в городе своем, даже не в лесу. Субтитры подогнали Симон. Просто он хотел исчезнуть. Из-за вот сынка этого как раз сынок может довести, знаете, там, если здесь присутствуют какие-то будущие отцы, я вам могу сказать, что сынок может довести вполне. Для того, что убежишь вообще, куда глаза глянь. Субтитры подогнали Симон. И так с ним случилось, и возник политический кризис. Без царя в те времена, во всяком случае, было не положено. и во все времена в отсутствие значит сильной власти там поднимают голову воры и разбойники таскара вот эти которые которые все таскают поэтому решили вот поставить царем вену но он не оправдал доверие прямо скажем там его поставили ведь на престол брахманы так кстати особые брахманы в ацпея брахманы они проводят особое жертвоприношение в ацпея при значит восхождении на престол то есть особые брахманы из этого рода как раз происходил бывший премьер-министр индии матч по и те самые в ацпея бра вот и брахманы патхана патхана яджана яджана они должны проводить жертвоприношения а вена запретила это все дело я не знаю может быть из соображения экономии что-нибудь ги пожалел я не знаю что там почему он запретил но здесь говорится разнузданный просто вздорный был человек запретил и все тут и в стихе сегодняшнем говорится он был недостоин царского сана он стал для людей источником страданий и мудрецы стали думать что сделать чтобы люди оказавшиеся в таком положении снова стали счастливы положение значит сравнивается с муравьями оказавшимися на полене подожженным с обоих концов вот это этот образ интересно что использовался даже в одном произведении по истории нашей родины значит это описывались там сталинские репрессии и одновременно нападение гитлеровской германии россии представляете это совпало люди оказались между двух огней определенные люди конечно вот которые были подвержены этим репрессиям они оказались между двух огней ну и там была тактика такая у доблестных наших наших войск там при отступлении они расстреливали всех заключенных которые оставались на территории которую они оставляли они значит на всякий случай расстреляли всех и вот это положение между двух огней муравьи на полене материальный мир преподносит иногда такие сюрпризы даже комментарии силы правопады в бхагавадгите сказано что даже человек отрекшийся от мира должен продолжать совершать жертвоприношения и аскезы и раздавать пожертвования сегодня я не привез с собой брамачари из юрлова поэтому я даже боюсь спрашивать где это кришна говорит бхагавадгите об этом так то я когда привозил я у них спрашиваю они отвечают 18 главе точно совершенно да это очень важный стих кстати да нам надо его знать это до 5 стих в начале 18 главы кришна говорит ягедана тапа карма на тяджам карьям эйва тат ягеданам тапас чайва павананам манишинам манишинам павананам всегда очищают кришна говорит вот эти три вида деятельности да три какие три значит жертвоприношения аскезы и бог на раздачу пожертвования очень важный момент да как они очищают каким образом они очищают все три вида деятельности в основном двумя путями они очищают во первых человек который этим занимается обуздывает чувства правильно он сокращает удовлетворение своих чувств хотя бы потому что он часть средств удовлетворения чувств отдают пожертвования или там в ягио да тапас тоже может так происходить чувство меньше удовлетворяется это уже очищение и второе это то что подразумевается не любой на самом деле аскезы и не любые пожертвования не в низших гунах подразумевается вот а именно деятельность согласно указаниям бога вот как бог установил какие нужны там жертвоприношения аскезы пожертвования вот это само следование указанием бога уже очищает вот и все пропады говорит в комментарии как вот эти три вида благоприятные деятельности были реализованы в нормальном обществе они реализуются таким образом что брахмачари совершают жертвоприношения как у нас в майапуре есть ягья шала и стопроцентные брахмачари возрасте там от пяти лет они значит там совершают утром ягья это я надеюсь практикуется до сих пор да я то застал это самом начале фактически грехастки должны раздавать пожертвования это имеется ввиду конечно не принимайте на свой счет это имеется ввиду семейные люди в системе варнашер мы сейчас системы варнашер мы нет и соответственно что называется с грехаст взятки гладки как бы понимаете так может быть это как раз неимущие слои населения нашего сход снежных лавин происходит ранняя весна в этот раз да что у нас глобальное потепление вот и ванапрасхи и саньяси должны совершать аскезы кстати это вот тоже надо иметь ввиду что тапос не обязательно причинение себе каких-то неудобств там и страданий вот мы знаем что тапос в действительности имеет другое значение потому что кришна в бхагавадгите говорит я с кезой творю мир да это что имеется ввиду кришна себе боль причиняет или может быть он чего-то лишен живет кришна аскетично очень-то в два руки нет это он не лишен ничего и боли себе не причиняет вот и также то же самое между прочим с брамой когда он услышал эти слова тапа да изначально да он правильно понял прежде всего он понял что речь идет о его тапочках как вот когда там приходишь сюда оставляешь там и думаешь все время тапа увидишь ли их при выходе но брама не беспокоилась тогда тапочками и также там тоже не было если вы помните как это описывается в бхагаватам там не было причинение боли какой-то себе там или лишение лишаться было нечего практически да у брама не было вообще ничего вот этапа буквально означает жар как известно да и этот жар имеется ввиду фокусирование сознания вот как лучи света если они фокусируются они создают жар да кто-то в детстве проверил этот феномен да выжигали там по фанерке с помощью лупы да можно так и значит вот этот жар от фокусирования сознания понимаете сосредоточение имеется ввиду вот под тапосом чаще всего это строго смысле тапос и шиме правопады говорит что вот прежде всего варнашерами тапосом занимаются ванна прасхи санясь те кто дал обет отречения от мира пожизненный фактически в отличие от брамачари брамачари это временное отречение а ванна прасхи санясь это пожизненное и шрила правопада говорит что вот эти три вида деятельности какие три да вот эти три вида деятельности позволяют осознать свою духовную природу вот в чем очищение собственно происходит да вот что когда чувства ограничены да в этом своем стремлении вот к объектам чувств когда человек следует указаниям бога ему естественно легче осознать свою природу как кого какую природу как слуги совершенно вот потому что если чувства удовлетворяются без ограничений то это скорее положение господина чем слуги согласитесь если никаких ограничений не ставится там да то значит я господин а если уже ставится ограничение это ближе к положению слуги также следование указания бога вот человек как бы свыкается вот с подчиненным положением своим положением слуги дживерас варупахоя кришнар нитья дас сказал господь читания это вечная природа вечный слуга понимаете тоже интересный такой момент что на самом деле мы вечны но мы вечны именно в качестве слуг а если мы решили что мы господа то этому скоро придет конец вот это надо иметь ввиду значит когда вена наложил запрет на жертвоприношение и другую духовную деятельность это встревожило мудрецов и святых ибо они понимали что царь лишил людей возможности духовного развития проповедуя сознание кришны святые предные стремятся спасти человечество от вырождения и деградации до уровня животных да это поясняется в чем вырождение деградации до уровня животных на самом деле там нет ограничений в этой деградации и мы видим что люди деградируют ниже уровня животных там нет таки уж только до уровня правительство обязано помогать этим святым мудрецам заботиться о том чтобы люди действительно следовали религии и другая обязанность правительства это держать в узде воров и разбойников тогда ничто не будет мешать людям спокойно заниматься духовной практикой и достичь высшей цели человеческой жизни да, вот это Шрила Прабхупада упомянул здесь традиционное понимание функций правителя там два момента можете записать это палана и анушасана палана это покровительство законопослушным гражданам и анушасана это наказание незаконно послушным, вот эти две функции но мы знаем что в Багватам приводится больше функций кшатрия и в частности есть такой интересный момент в пятой песне Багат так довольно неожиданно возникает там этот момент в голове потомки приобраты казалось бы там просто генеалогия царей да, перечисляются кто кого сменил довольно скучно это выглядит и вдруг внезапно посреди этой генеалогии вот чтобы читатель проснулся видимо да у нас это тоже актуальная задача сейчас вот и значит можете записать это тоже важный стих 5 15 7 и там описывается Махарадж Гая один из потомков славного приавраты вот и в этом стихе говорится что он вот эти две функции выполнял очень хорошо палана прям там так и говорится вот но там кроме паланы там еще ряд функций упомянут причем много функций я не знаю может быть санскрит это слишком тяжело но посмотрим значит смотрите какие функции нормального правителя значит вот эти две прежде всего значит покровительство законопослушным их защита охрана как бы буквально да прямо охрана собственности этих законопослушных людей а также он следил за тем чтобы у всех была еда это называется пошана пошана такая одна из тем Шриман Бхагавата пошана значит как бы питание пошана вот иногда он раздавал подданным дары это тоже полагается значит как бы премии там пошана это как бы зарплата а премии называется принана 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 имеется ввиду что просто доставить удовольствие иногда он собирал подданных и радовал их сладкими речами это тоже входит в обязанности царя и называется упалалана разумеется он при этом конечно давал им указания о том как быть первоклассными подданными вот это здесь называется анушасаны но это имеется ввиду исправление на самом деле вот чего не хватает так сказать человеку вот он корректировал как бы этих своих подданных анушасаны называется это очень важная функция кстати духовного учителя и отца считается традиционно отец и духовный учитель вот должен помимо вот этой паланы покровительства он должен анушасана он должен корректировать значит соответственно ученика или сына причем до 16 лет сына надо серьезно корректировать понимаете там у мальчиков разум созревает медленнее в среднем чем у девочек поэтому там до 16 надо корректировать серьезно вот там поэтому и существует поговорка что пожалеешь палку испортишь сына понимаете вот у меня это здорово получилось так неожиданно я даже не был знаком еще с этими всеми правилами воспитания детей но поскольку старший он уже в такой возраст воспитания пришел еще до того как я был знаком с сознанием Кришны поэтому я его лупил а младший он уже в такой возраст пришел когда я уже практиковал сознание Кришны и ум мой был полностью сосредоточен на лодочных стопах Господа мне было вообще наплевать что он делает этот мелкий человечек и что получилось старший вырос преданным сам собой а младший до сих пор дурака валяет представляете вот интересно точно видите факт ведическая мудрость работает вот и так же с учеником даже я встретил это по-моему в Шрисом Прадая там есть тоже такое изложение правил для духовных учителей там как ни странно тоже говорится что если общение с учеником идет уже более 16 лет то можно его больше не наказывать и не ругать и надо с ним уже так сказать общаться как с другом интересный такой момент как с сыном так и с учеником и это очень важно за духовным учителем признать право на наказание на резкие слова это очень существенный момент это может быть даже критерием выбора гуру потому что гуру это должен быть такой человек от которого мы готовы принять все если мы не готовы принять от данного человека все значит скорее всего это не наш гуру просто это тоже важный момент там даже в этом же источнике Ширисом Прадай там упоминается что гуру именно по этой причине должен избегать финансовой и эмоциональной зависимости от учеников финансов это понятно если извините если это источник средств существования как я буду там ругать его это что значит как там говорится как там рука дающая я уже забыл что-то кусать не-не-не вот это я имею ввиду да кусать кусать а кусать кормящую руку точно вот поэтому я становлюсь сразу беззубым в этом случае если это источник средств моего существования не могу уже так выполнять эту функцию ругать там и наказывать и также вот эмоциональная зависимость да если я чувствую так сказать какую-то привязанность к ученику я тоже буду очень осторожен да там как там голос на него повысишь обидеться и я лишусь эмоциональной поддержки и прочее вот поэтому такое правило значит учитель должен избегать этой зависимости именно потому чтобы осуществлять вот эту функцию анушасаны корректировки так сказать кроме термин но их здесь слишком много это качество махараджа гая да они это перечисляется в прозе там очень много слов если бы это была просто шлока то мы бы могли найти вот за это махараджа гаю называли махапуруша махапуруша обычно это мы знаем это одно из имен бога махапуруша но шриупрупад там в комментарии говорит что предный разделяет качество господа поэтому предного тоже можно называть махапуруша нормально тем более что мы называем одного предного по крайней мере в Ярославле да махапуруша нормально вот и тоже интересные характеристики нам полезно узнать вот этого махараджа гаи что вот смотрите а в чем проявилась эта его великая предность господу он всегда с готовностью выражал почтение другим преданным и всегда с готовностью совершал любое служение и Шриупрупада переводит вот этот фрагмент из бхагават таким образом это и есть процесс бхакти-йоги он выделяет таким образом два момента важных это готовность совершать любое служение как он сам говорил на таком специфическом языке как Indian English он говорил do the needful это вот образец вот этого диалекта так сказать Indian English значит делай то что требуется вот и с готовностью выражал почтение другим предным Шриупрупада видите выделяет два этих момента как характеристика бхакти-йоги вот и также в этом отрывке говорится что поскольку Гая обладал вот этими качествами и совершал трансцендентную деятельность предного служения он был свободен от телесной концепции жизни осознавал Браман и соответственно соответственно Шриупрупад соответственно был всегда радостен видите он не был мрачен мрачен он не был не был мрачен я помню Видуру Прабу нам тоже описывал вот эти значит качества и говорил что если видите какой-то тут предный ходит угрюмый мрачный знайте мошенник и негодяй вот видите у предного вот такое здесь качество подчеркивает Шриупрупада Гая не был подвержен каким-то сокрушением не сокрушался ни о чем и хотя был фактически совершенен во всех отношениях не гордился и не был привязан к положению царя вот вам идеальный кшатрий древних времен вот нам надо еще помимо собственно темы нашего стиха еще поговорить о Джайадеве Госвами день ухода которого сегодня отмечается очень пышно в Арисе в особенности там же до сих пор как вот там в Греции я не помню семь городов что-то такое они соревновались за право считать себя родиной какого-то героя древнегреческого я уж не помню и так же вот в отношении Джайадева Госвами до сих пор состязаются по крайней мере три точно три места за право считаться местом его ухода потому что более-менее установили место явления это же дело того очень давнее было кстати не сохранились точные даты жизни вот просто известно что он творил в эпоху правления такого царя Чода Ганга Ганга там была династия Вариси цари которые назывались Гангадев вот и Чода Ганга это он правил с 1078 по 1147 то есть фактически это считается что Джайадев Госвами жил где-то в начале 12 века за 300 лет до Господа Чайтани вот и за право считаться местом его ухода значит там воюют три три места первое место естественно это Вриндаван потому что есть такая версия что когда он почувствовал что пора уходить он ушел во Вриндаван это тоже такая в общем типичная вещь для индийских брахманов во всяком случае да брахманы они стараются оставить тело во Вриндаване вот как нам помню рассказывал один наш предный он оказался во Вриндаване когда была вдруг вспышка эпидемия чумы если помните такой момент 90-е годы в Индии была какая-то локальная вспышка вот и он рассказывал как эти зачумленные пристекались во Вриндаван чтобы там оставить тело вот и они были там на каждом шагу и однажды утром он проснулся и почувствовал что у него болит горло и подумал ну вот и я тоже очумел вот и значит так же думали Джайдевика с вами что он ушел во Вриндаван но больше конечно больше свидетельств о том что он ушел все-таки в Арисе Шрива Баксидан Сарасу так уж считал что он ушел именно в Пури поскольку у Джайдевика с вами были особые отношения с господом Джаганадхой вот почему надо вам сегодня здесь отпраздновать его день ухода потому что он был любимец господа Джаганадхи Джайдевика с вами вот и третье место это его родная деревня тоже в Арисе кстати сейчас она называется Кендули эта деревня Кендубилва она называлась на санскрите в свое время вот сейчас она называется Кендули и соответственно день его ухода отмечается в Арисе Нагора Санкиртаной поскольку считается что господь и Таня в бытность значит свою в Арисе совершал регулярную Нагора Санкиртну по маршруту по которому сейчас идут люди в день ухода Джайдевика с вами маршрут это от храма Анантова суды в Буванешваре так и они идут в Пури из Буванешвара по маршруту Балакати Кендули вот это родная деревня Джайдеву с вами и Канарк вот такой маршрут у них из Буванешвара до Джаганатхапури вот и значит в жизнеописании господа Чайтани составленном в Арисе там прямо говорится что когда в ходе Нагора Санкиртаны господь Чайтани приходил в Кендули в родную деревню Джайдеву с вами он всегда там лично пел Гита Говинду это главное произведение Джайдеву с вами Гита Говинда Шри Джаганатбаладэвсубадрмайки Шри Шри Гурнитайки вот и так эта традиция видите существует по меньшей мере 500 лет в этот день идет процессия по этому маршруту из Буванешвара из столицы штата Одиша как он сейчас называется сейчас он называется Одиша официально идут Джаганатхапури традиционно также считается что день явления Джайдеву госвами 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 акшая третия такой заметная дата в календаре ващнавском акшая третия тоже пышно отмечается особенно в кендуле до сих пор и что еще известно кстати довольно мало известно о Джайдеве госвами слишком это все было давно но во всяком случае он сам в гитаговинде упоминает что отца звали Боджадев мать звали Вамадев это брахманская семья была в Арисе именно история такова что в Бенгалии в это время правил такой знаменитый император Лакшмана Сена который значит огнем и мечом там насаждал ваишнавизм по всей Бенгалии искореняя этих всех шахтов там и прочих вот и он был такой необычный в общем человек там он заметил что царствовавший папаша его отец значит он значит этим не занимался он был как-то отец равнодушен или там я не знаю толерантен может быть или политкорректен в общем он не трогал шахтов там в Бенгалии и все свое время он проводил в царском значит бассейне с женщинами какими-то так сказать вот и Лакшмана Сена видите тоже как-то пошел не в отца поскольку он терпел терпел это все безобразие в итоге он папашу посадил в тюрягу и сам стал править Лакшмана Сена и как-то он оттяпал кусок рис тоже заодно поскольку у него был такой воинственный дух и он там в лесу обнаружил молодого человека в состоянии транса вот такая история вывоза Джаядева Госвами в Бенгалию так он оказался в Бенгалии он его сделал придворным бандитом в Бенгалии но через какое-то время Джаядева Госвами ушел в Джаганадхапури и там конечно очень интересная история смены ашрама вот как надо ашрам менять значит то был Брахмачарий вроде он как Брахмачарий пришел в Джаганадхапури там славил Господа Джаганадху и жил под деревом Баньян облюбовал себе дерево Баньян там он писал свои произведения вот но задолго в общем-то до этого за несколько лет туда же пришла одна брахманская пара Дев Шарма его жена пришли в Чанданаятру да это благоприятное тоже время для духовной практики они там совершали аскезы как раз Джаганадхапури правда с конкретной совершенно целью чтобы у них был ребенок потому что не было детей у этой пары долгое время вот и они поднесли Джаганадхе лотос какой-то необычный необычайный лотос они его принесли с собой подарили Джаганадхе попросили ребенка и во сне к Деву Шарму явился Джаганадх вот и сказал что ваше желание будет исполнено лотос мне понравился и Дев Шарма обрадованный значит он рассказал своей жене и они вместе дали обет Господу Джаганадхе что если родится мальчик он будет твоим слугой а если родится девочка то мы приведем ее к тебе в Шримандир вот этот Джаганадхе Пури и чтобы она сделалась Девадаси значит служанкой твоей тоже Девадаси это в традиции это девочки выданные замуж за Джаганадху строго говоря он считается их мужем вот это как бы его гарем Джаганадхе вот и они обещали значит дочку отдать и так оно и случилось значит родилась девочка и поскольку они поднесли Джаганадхе Падму лотос поэтому девочку они назвали Падмавати вот и они как и обещали привели ее к храму Джаганадхи вот в Пури но первая же ночь которую они провели там в Пури опять господь Джаганадхе явился Деву Шарма во сне и сказал что Падмавати надо отдать не ему не господу Джаганадхе а юному Брамину по имени Джаядеф который сидит под Баньяном конкретно это было конечно для родителей несколько неожиданно потому что вот просто так отдать девочку под Баньян понимаете в смысле ну то есть ни квартиры ни стиральной машины соответственно просто как бы муж сидит просто под Баньяном и он-то доволен как бы он счастлив так вполне вот но тем не менее Дев Шарма был такой серьезный преданный поэтому он привел девочку к изумленному Джаядеу вот тот ему сказал что он не собирается жениться на что Дев Шарма заметил что это приказ господа Джаганадхи его просто надо исполнять не рассуждать так и ушел главное оставил дочку значит там с Джаядеу и Джаядеу конечно первым делом предложил девочку отвезти куда она захочет так но под Мавати сказала что нет Брамин она сказала ты теперь мой хозяин ты для меня все и если ты меня не примешь я прямо сейчас у твоих стоп расстанусь жизнью и после этого конечно пришлось значит ему признать себя мужем и так вот он сменил ашрам таким образом вот это как бы считается такой хороший вариант понимаете что по приказу господа это нормально подчинение воле господа мы уже говорили об этом очищает и приближает к достижению цели жизни вот к сожалению время наше уже истекло конечно в жизни Джайдеу Госфами было множество чудес и его это произведение Гита Говинда это уникальное явление в литературе мировой вообще влияние гигантское оно оказало на всю санскритскую поэзию практически Джайдева считается как бы как там рага мурти олицетворение мелодизма так вот и так же он считается по-моему Ади Пада Карта как родоначальник определенного направления в санскритской поэзии и это влияние с прямым цитированием кстати Гита Говинды ощущается и в Бенгале и в Арисе и в бенгальской поэзии поэты там тысячу лет цитируют Гита Говинду и в Арисе в Арисе там конечно культ просто Гита Говинды потому что раньше была традиция до недавнего времени может даже вы застали традицию когда для Джаганадхи специально ткали вот этот как бы чадр такой бесконечный и там ткацкими узорами была набрана Гита Говинда вы видели такую штуку да это по-моему они как-то прекратили в какой-то момент потому что там знаете чтобы понять что такое современные Джаганадхпури стоит вспомнить вот я по-моему рассказывал уже даже как наши предные там договорились что Прасад Джаганадхи они к обеду получат и они сидят ждут время идет Прасада нет уже стемнело темно уже вообще наконец приходит этот Брамин с Джаганадхой Прасадом они у него спрашивают что так поздно а он им отвечает Калидюг Калидюг Оре они так выговаривают Калидюг 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 он проявился в частности в том что сейчас по-моему они уже не делают этих вот этих ткацких узоров там чтобы прямо Гита Говинда была полностью набрана она же большого объема причем большое произведение фактически даже мы вот нарисимых Киртон мы же поем оттуда потому что да потому что это Даша Аватара Стотра она является как бы такой мангал-чараной вступлением в Гита Говинду вот это совершенно выдающееся произведение единственное что оно представляет собой литературу Расика потому что это в основном тема это развлечение Кришны с гопи и поэтому когда Бхахстанан Сарасатакур спросил вот он хотел два произведения такого рода издать Гита Говинду и Говинда Лиламриту Кришнадаса Кавираджи Гасвами Кришнадаса Кавираджи он еще до того как написал Чайтани Чаритамриту он уже считался великий поэт благодаря вот этой Говинде Лиламрите и Бхахстанан Сарасатакур хотел их издать и спросил у своего отца Бхахстанан Такура какой тираж тот ему говорит да один экземпляр сделай для себя вот и весь тираж со временем так сказать по мере очищения может быть мы сподобимся тоже сейчас видите этот Кали Джук он проявился в том что все стало доступным вот и это Гита Говинда в полном объеме есть на английском уже и даже на русском русские эндологи тоже упражнялись советские эндологи еще в советское время я помню до сих пор помню Кришна с пастушками пляшет весною хмельною невыносимой для тех кто в разлуке весною советские поэты переводили Гита Говинду представляете вот но значит понять что-нибудь это требуется уже значительное очищение поэтому не стоит торопиться в этом плане Шри Джайдару Госвами Тирубхав Махамах Махутсова Ки Грантарат Шимат Бхагутам Ки Шри Прабхупада Ки Гор Примананди Бхагутам Продолжение следует...